Добрый вечер, друзья! Итак, самые изначимые моменты спорта за последние 24 часа. Амир Гадаборшев и Абдулмалик Хулагов завоевали золотую и бронзовую медали на всероссийском турнире по спортивной борьбе «Греплинг» и «Греплинг-Ги» – кубок губернатора Ленинградской области. Гадаборшев стал победителем турнира в весовой категории до 76 кг среди участников от 16 до 17 лет в разделе «НОГИ». Ахулагов занял третье место в весовой категории до 58 кг в той же возрастной группе и в том же разделе «НОГИ». Оба спортсмена представляют команду «Стрела Тим». Соревнования проходили в Выборге с 29 ноября по 2 декабря. Ингурский борец Ахмед Ахильгов стал бронзовым призером всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного мастера спорта и олимпийского чемпиона Мурада Умаханова. Выступал Ахмед в весовой категории до 70 кг. Соревнования проходили с 28 по 30 ноября в Хасавюрте. Отмечу, что недели ранее Ахильгов завоевал золото на всероссийском турнире памяти заслуженного мастера спорта СССР Асламбека Безултанова. Ислам Явлоев завоевал бронзу на 29-м международном турнире по греко-римской борьбе среди мужчин в памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, который проводится ежегодно в Минске. Ислам выступал в весовой категории до 87 кг. Всего в соревнованиях участвовали 110 спортсменов из пяти стран – России, Болгарии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Участники соревнований определили сильнейших в 10 весовых категориях. Ингурский спортсмен Ислам Муталиев стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории свыше 91 кг в дисциплине «Фулл Контакт». За звание чемпиона России боролись около 500 сильнейших кикбоксеров из более 50 регионов страны. Участники соревновались в шести дисциплинах – лоу-кик, фулл-контакт, К1, лайт-контакт, сольные композиции и поунт-файтинг. Соревнования проходили в Кемеру. Стоит отметить, что Муталиев является шестикратным чемпионом России по кикбоксингу. А вот Ислам Султыгов стал обладателем Кубка России по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Неожиданный триумф для всех. Ислам в финале встретился с прошлогодним победителем Кубка России Сергеем Богословских. В напряженной борьбе Султыгов получил два ошибки. И, казалось, итог свадки уже известен. Но неожиданно для всех за 40 секунд до конца противостояния Ислам получил в Азаре за шикарный переворот и выиграл Кубок. «Это самые престижные соревнования, которые я выигрывал», – отметил Султыгов позже. В состязании приняли участие более 360 зудоистов из 48 регионов страны. Кубок России проходил в Тюмени. А теперь перейдем к футболу. Команда «Катсторг» стала чемпионом любительской футбольной лиги «Ингушетии» 2024 года. «Катсторг» должен был играть с «Векстроем», но у гостей приехать не получилось. И поэтому команде присудили техническую победу. «Катсторг» одержал 11 побед и один раз сыграл в ничью. У них запланирован еще один матч против аутсайдера «Монако». Посмотрим, смогут ли продолжить беспроигрышную серию. Футбольный коллектив весь сезон испытывал проблему с лавкой. И в основном играли восьмером без замен, либо в семером. Таких матчей было несколько. Они по праву стали чемпионами, пройдя всю дистанцию ровно. Вытаскивая, казалось бы, безнадежно проигранные игры и переиграв прямых конкурентов. Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча «Локомотив Химки». Встреча прошла накануне. Зелимхан забил гол и набрал наивысший индекс РУСТАД в матче 252. Создал один голевой момент, заработал на себе 4 фолла, нанес один удар поворотом, выиграл 15 из 23 единоборств, совершил 7 удачных обводок, 5 отборов, 3 перехвата, 4 подбора, 3 удачных действия в чужой шрафной. Поздравляем Бакаева с очередным великолепным выступлением. Это были все спортивные ноусы на сегодня. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...